Приветствую всех любителей лыжных гонок и биатлона. На календаре августа, значит, пришло время лыжероллерному фестивалю Blink 2022, который проходит в Норвегии. Итак, сегодня первый день и первый старт это женский забег 7,5 километров в гору. Этот забег называется Lissebotten Up, который начинается в норвежском селе Lissebotten. Итак, по составу участниц 60 спортсменов принимают участие. Первый номер Хайди Венг, это норвежская лыжница всем известная. Второй номер французская лыжница Дельфин Клодель. Третий номер чешская биатлонистка Маркета Давидова. Четвертый номер это Ранхильд Хага, норвежская лыжница. Под пятым номером бежит швейцарка Надин Фейндрих. Шестой номер Джулья Симон, это французская биатлонистка. Итак, пока девушки стартуют, я расскажу, на кого еще можно обратить внимание в этой гонке. Седьмой номер это Тирель Уднес Венг, норвежская спринтерша. Итак, кого можно еще выделить из этого забега? Принимают участие помимо норвежек это француженки, чешки, американки. Например, есть по 22 номерам латвийка, биатлонистка из Латвии, Байба Бендика. Андорка также присутствует, славянки. Так что география достаточно обширная. Фаворитами являются, скорее всего, можно выделить двух спортсменок. Это Хайди Венг, которая в прошлом году была второй за Терезу Юхаук. Кстати, Тереза Юхаук не принимает участие. И кого еще можно выделить? Это французскую легкую лыжницу, которая была третьей в прошлом году. А сейчас в гонке в голове группы находится как раз Хайди Венг и 14 номер. Это у нас француженка. Насколько я понимаю, да, француженка Флора Долси. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Перед стартом прошелся дождик, поэтому трасса достаточно мокрая. На заднем фоне виден туман, так что атмосферка еще та. Особо пока градиента нету, так что девушки спокойно раскатывают, разогревают свои мышцы. Так, видим, что дорожка сузилась и девушкам приходится вставать в две цепочки. То есть пилотон у нас растягивается. Так, Хайди Венг у нас возглавляет забег, задает она свои скорости в этой гонке. На втором месте по-прежнему находится француженка Флора Долси. Дельфин Клодель пока не видно. Она у нас выступает под вторым номером. Посмотрим, что будет происходить дальше у нас. Жалко, что Тереза Юхаук, конечно, не принимает участие. Да так она четыре года подряд побеждала в этой гонке, так что она тут легенда просто. Так. Пытаюсь выглядеть кто на третьем месте. Это 17 номер. А 17 номер это у нас норвежка Дривенес. В общем, я такую не знаю. Пилотон еще пока многочисленен. Разрывов пока еще нет. Хайди Венг по-прежнему продолжает руководить этим забегом. Заезжают как раз девушки в туннель. И тут уже начинают образовываться разрывы. Активно работает, расталкивается Хайди Венг. Она, конечно, сегодня настроена по полной. Ее считали все главной фавориткой, поэтому она пытается оправдать возложенные, так сказать, на нее ожидания. Итак, девушки выходят из туннеля. Присоединяется к Хайди Венг и Флори Долси. Еще одна лыжница. Это 11 номер. Американка Софи Лаукли. Так. Это группа преследователей. Под вторым номером как раз Дельфин Клодель. Кстати, Клодель, она не любит начинать быстро в такие гонки. Она обычно потом ближе к финишу накатывает. У нее такая стратегия. Тем временем лидер у нас меняется и француженка Флора Долси выходит вперед. Хайди Венг занимает третью позицию. На вторую выходит Лаукли. Американка, которая имеет двойное гражданство Норвегии и Америки, выступает за сборную США. Отрыв от второй группы растет. Неужели призовые места разыграются только между тремя этими девушками? Посмотрим. Гора, конечно, не прощает быстрого начала, поэтому все может быть, все может в этой гонке поменяться в одночасье. Итак, начинаются вот эти повороты. Зигзагообразная трасса с серпантином. За Клодель пытается работать четвертый номер. Это у нас как раз Ранхитхага, норвежская лыжница. В группе лидеров перехватывает инициативу Лаукли и старается добавить в этот подъем. Неужели американка сейчас... А, кстати, четырнадцатый номер француженка Флора Долси не выдерживает данного темпа. И Хайди Венг и Софи Лаукли убегают, убегают от француженки. А там позади пытается достать Дельфин Клодель хотя бы, хотя бы француженку. Так отрыв, по-моему, все больше и больше растет. Не выдержала француженка таких скоростей. Это очевидно. Посмотрим, как будут происходить дела дальше у нас. Кстати, очень активно работает американка. Хайди еле не успевает, кстати. Это вообще удивительно. Хайди, Хайди считалась главной фавориткой. А тут Лаукли навязывают свои скорости. И очень активно она работает. Так, вот позади можно наблюдать, как уже почти съела Клодель Флору Долси. Так что Клодель сейчас, скорее всего, выйдет на третью позицию. Но для первых двух девушек ей будет, конечно, сложно дотянуться. Софи Лаукли продолжает шарашить в эту гору. Тяжко приходится Хайди Венг, а позади, по-моему, все-таки чуть-чуть приблизилась к ним Дельфин Клодель. Но уж слишком медленное начало может сыграть свою роль. И, возможно, ей не хватит этого, чтобы дотянуться до первых двух лыжниц. Так, смотрим, наблюдаем, что происходит. Такое ощущение, что еще немножко и убежит. Убежит от Хайди Венг Софи Лаукли. И вот оно происходит. Да, убегает. Не справляется Хайди Венг с этим темпом американки. Американка убегает в этот подъем. А там позади Дельфин Клодель. Готова, готова она достать Хайди Венг, мне кажется. Нет? Посмотрим. Ну, Лаукли какова, да? Насколько она мощно спортует в эти подъемы. Синий шлем сегодня тащит явно. Да, отрыв становится все больше и больше. Он просто на глазах увеличивается. Американка Софи Лаукли убегает. Убегает просто от всех. В эту тяжелую. На этой тяжелой трассе. Так, а позади, позади все-таки достает Дельфин Клодель Хайди Венг. Вот это будет интересно. Выдержит ли теперь Хайди Венг атаки Дельфин Клодель. Француженка против Норвегии. Норвежская выжница. Так, а позади это уже... Софи Лаукли продолжает лидировать. И все, мне кажется, это уже очень большая заявка на победу. Хайди Венг. Хайди Венг не смогла удержаться из-за Дельфин Клодель. Француженка выходит на вторую позицию. Норвежка становится третьей. А теперь посмотрим, Дельфин Клодель сможет ли догнать Софи Лаукли. Вдоль трассы зрителей становится больше, а значит скоро-скоро подойдет уже гонка к своему финишу. Напоминаю, 7,5 километров в эту гору пришлось преодолеть лыжницам. Перепад высоток около 640 метров где-то было, по-моему, насколько я помню. Так что это серьезный подъемчик для девушек. Приближается к финишу. Да, уже зрителей становится намного больше. Все машут с флагами, приветствуют первых в этой гонке. И Софи Лаукли приближается к финишу. Приветствуют ее зрители. И победа за Софи Лаукли. Американка сегодня побеждает в этой гонке. Лисс Боттен Апп. Второй становится француженка Дельфин Клодель. Вот это да. Не хватило Дельфин немножко, чтобы догнать Лаукли. Ну, она умеет раскладываться, в принципе, по таким трассам. Это было видно и по Турдоске. Да и опыты прошлых гонок. Прошлых лет. Дают о себе знать. Так, а тут сражение за третье место. 14 номер почти достает Хайди Вэнг. Флора Долси, француженка, навязывает свою борьбу норвежке. Но Хайди Вэнг это опытная лыжница, поэтому она спортует, собирается силами и спортует по полной. Все-таки Хайди Вэнг становится третьей. Явный фаворит перед этим стартом. Занимает третью позицию. Но Флора Долси, француженка, становится сегодня четвертой. Итак, тринадцатый номер закончил гонку, это Норвежка. Берган. Норвежка Берган. Седьмой номер нам показывают. Это у нас Тирель Уднесвэнг. Тоже завершает свою гонку. Так, надо посмотреть по результатам. Так, сейчас я посмотрю, кто какие места занял из тех, кто более нам известен. Катерина Юнатова, чешская лыжница, заняла восьмую позицию. Ранхель Хага стал шестой. С проигрышем почти минута сорок пять. Что еще? Байба Бендика, кстати, латвийка заняла девятую позицию. Так что, вот так вот прошли гонки. Результаты еще нескольких лыжниц и биатлонисток я приведу на экране. Посмотрите, кто какое место занял, с каким отставанием. И на этом гонка подошла к концу. Призеры раздают комментарии. Если понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал. Будем обозревать и следующие гонки, соответственно. Всем пока, удачи!